всем большой привет сейчас у нас посещение салона с которым случилось очень интересное предисловие а именно я записалась на макияж через онлайн-запись мне перезвонили и сообщили что визажист находится на другом объекте приехать к этому времени не успевает но я могу приехать к ней на посме нам работает как администратор в одном салоне она как визажист приезжает в один салон а в другой как администратор но по заказу с другого салона может сделать макияж в общем человек крутится как может есть что проверить на что посмотреть и я вся в ожидании надо чтобы заметно хорошо чтобы прям заметно какой-то образец можно найти или можно найти но я может посмотрю ваши оттенки искать такими цветами найдем образец давайте я хочу понять вы вот пример для чего хотите что-то с тенями до растушеванные чтобы увеличить глаза что большие были в общем как-нибудь ярких еще большие а вы с ними уже работали с этой палитры работала там все цвета радуги вот может с блестками даже не часто использую но может и яркие не а вот если вот эти блестки очень красиво правда да вот эти я использовала точно раз давайте с ними может и найду фотку какой-нибудь а можно поснимать как его делать макияжик спасибо только вот чтобы меня и да вас не будет так а стоимость окончательная какая 3500 будет 3500 так я сейчас посмотрю запись как бы добавление стрелок еще сверху так что будет ну 500 может разница я сделаю потом в конце может 3500 ну вот эта стрелка которая сверху она все усложняет да поэтому с такой вот если загугулина уже дороже будет ну может быть как не вечерняя как более креативная считается это следующий шаг увлажняем именно крем нужен да это коллагеновый крем от старости у меня просто козы склонны к жирности а я вижу он или увлажняющий а не питательный нормально совместим со мной да хорошо консилер на весь глаз да можно ну вот так себе сфоткайся потом продукты такие же это машин соцсети это специально надо консилер для век не только для век можно и под глаза это специально магазине на это к пампушка продается до не в специальном а любую косметическую продаются а покажется какого она размерчик гляда а так этого сериальчики какие-то или два даже музыка и к сериалкам пара есть в одном кабинете серия музыка включена там я не знаю к нам это сходами меня что-то мне ужасно а может есть у вас такофон сочи потише делать сериальчик есть пожалуйста если его никто не смотрит может просто на фоне спасибо там такой синюши сериал про алкашей на меня смотрим до вниз на меня смотрим на меня смотрите так как смотреть а вы давно макияж делать четыре года ну а то чилиси на визажиста да так опять вот эту штучку данный который консилер на 2 слой да не второй слой а очищаем форму получается закончили моды теперь будем блестками за блесток еще будем форму чуть-чуть сверху это какая-то специальная штучка для блестки не только для блестки как для те тоже не открываем сидим закрытыми мы припудривать будет этот волшебный спонжик да он продавался же такого цвета мы или это просто процессе работы нет он кремовый кремовый а до беленького его никак не отстирать возможно будет нужно еще две минутки чтобы посидеть потом зафиксировать каким-то фиксатором а как он могли не майка фиксит спрей ретист интересно он распыляется прям на лицо да классно не видела такую ни разу что штук но класс попала что ступа нового линз кисточки вот это жидкость видно нет я как бы зажмурилась она тут но не прям глаз но стекла стекла капля я зажмурила чтобы она всем глаз не попала ну видимо много на кисточку и и не так много чтобы она капала ну вот видимо вы ее прижали она как отжалось сейчас высохнет чтоб я но в глаз не попала то есть я вроде сняли она испарилась если испарилась не давайте пожалуйста вы просто тогда сильно не нажимайте а то она видимо отжимается от ворсинок открываете я посмотрю что-то жена не чуть-чуть по как печать немножко не мешает пока нет родные штук не проморгалась красим потом пучки клеим хорошо если хотите проморгаться мне вот знак смотрите смотрим вниз и налево хотя бы дим клей но мы все равно так прокрашиваем с довольно сильно вас светлые ресницы поэтому надо красить чтобы их особо не видно было я хочу повезено давайте красиво на буду только пока вниз не смотрите не моргайте прям часто потому что они пока еще слабенькие время нужно до силу набрать вот тут как будто что-то мешает есть там то что они облопа обломаются нет просто пока они не клеились и много времени чтобы засохли это музыка оттуда а там есть кто-нибудь там да нет может так-то выключен я думаю что за репертуарные любителя просто телевизор еще один увлажняющий под глаза не будем делать потому что увлажняющий увлажняющий мне нужен у меня просто кожа жирная да ну все равно мы будем зафиксировать пудрой можно если хотите поплотнее можно дабыл миром делать такое более плотный более более плотно будет такое а вот тот по тот увлажняющий тональный нет я вам спрашиваю если вы хотите поплотнее потому что его будете ощущать на лице это сто процентов потому что она плотная а вот это может и не чувствует тогда как какой лучше мне подозрением по поводу спонжика что подозрение свету не буду просто такой подозрительный цвет да нет вы думаете вот это будет вся тональная основа да и сзади и внутри не знаю тональный мог бы быть вот в этой части а продаются такие вот конечно они продаются я же купила просто уже забыли как он был нет пудра пудра не делайте брови у вас сейчас выше можете опустить она не опускается на такси серенький то такие бровки с эффектом татуажа куда это как кофе да ну не прям с этим татуажа сейчас будем растушевать гелем мне кажется так такие прямо выделяются на лице контрастно она были светлые нет все испортим со впечатления конечно на ваше усмотрение вы сами но я не за бледность точно бледность это не моя история погибла это чтоб они не шевелились я думаю красиво не наносите еще на что-нибудь на кисть ну-ка силер в основном нет хотите а а почему нет но уже бесполезно но все равно уже там есть тоналка и крем как барьер до работа мешает проникновению глубоком кожи смысле не вредно если на тоналку просто обычно если через что-то то потому что вот так вот если вы всем наносите представьте одному другому третьему она же все собирается на кисточку да я вам это не на вашу кожу она коже есть еще и крем есть снизу тональная мы рады то есть там еще и увлажняющий крем она все равно пока носите все это смешивается с кожным салом тогда и спонжик получается мыть не обязательно 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 надо тоже получается выжжить все собирает внутри так что надо обязательно я имею ввиду что просто вы же тоже вот этим спонжиком не голову кожу трогайте а через тональник ну вот на него наносите тональник а потом дотрагиваете до кожи он получается тоже не передать бактерии он же через тональник кожу трогает они сам но также как консилер на кисточку ребят вы знаете что недавно в продаже появился мой бьюти бокс на которой уже есть огромное количество классных отзывов так вот среди покупателей 10 августа мы разыграем вот такой огромный набор косметики от ник моле в моем телеграм-канале здесь есть карандаши и гели для бровей в разных оттенках с такими потрясающими кристаллами тональный биби крем и жемчужная база под макияж огромное количество коллагеновых патчей набор инструментов для бровей вот такая красивенная палетка реснички спонжик вкусняшки для тела куда без них потрясающая вещь это мыло для чистки кисточек и спонжиков она просто потрясающе пахнет розы уже 10 августа разыграем весь набор ссылка в описании . незаметно она на лице у меня пудры не может быть незаметно и чуть-чуть видно что нам все равно зафиксирована если вы хотите естественный блеск то не нужно фиксировать вообще просто рассыпчатая дом они не более незаметно нет вот ваши например у меня просто моя более светлого на вашей коже так что будет смотреться очень заметно красиво а это не прозрачная она выглядит как белому что она как прозрачная но лица у нас есть оттенок там тоже припудриваю санель у вас да вот такой оттенок вас устраивает то вполне подходит у меня там розоватый не нужно более персиковый какой можете улыбаться а а почему розоватый слишком такой вот я не помню название улыбаемся его примерно как румяшки так получается как на всю щечку дома и на все вверх вот поэтому я говорю улыбайтесь чтобы перемешиваем чтобы четких и хайлайтер тоже чтоб четко не был виден да ну на хайлайтер не попадая но чуть-чуть тушим губки я думаю как соцелованные губки делать внутри чуть-чуть поярче и с голосом давайте хотите прям по контуру или можно чуть-чуть можно открываем сушимая желаем оставляем это кто-то прикол приколы листает снаружи коричневая не коричневая вот пудрово-розовый вот этот самый эффект зацом интересно да не полизова раздавила малинку губами как будто вот так вот и здесь пятнышко осталось готова нет осталось блеск извините пожалуйста ну это блеск сотрется сейчас не снимает и я работаю можете чуть-чуть надеюсь отстирается отстирается это точно да вот ревиз что там красничка отварила а нижнее вы не красите будем красить если хотите а вы как обычно делаете ну обычно это по желанию клиента потому что не всем да не всем да я говорю это по желанию клиента но у меня вот если нет по желанию ну может вам нравится и не нравится вот клиент вот как красиво вот сейчас я бы оставила ничего не делала давайте не будем тогда готово осталось заколочки снять а по цене что у нас 3000 это скидка за пятно нет 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 а почему просто не такая сложная была как креативная так что да единственное вот на волосах видите остались такие полоски теперь хотите с утюжком можем их а если просто расчесать не разгладится я не знаю можно попробовать а я знаете видела как делают иногда на тряпочке чтобы такого не было берут какую-то тряпочку и на нее закалывают и тогда когда снимают то все гладенькое помогает да вроде бы вроде спасибо а можно мне попробовать ваш спонжик постирать конечно да вам попробую да я давайте я буду попробовать выбор ну или я попробую давайте давайте значит идите вы давайте я значит пункт а вы были уверены что это что он прям такой продавался матрица очень хороший от массы что угодно это не кондиционер я не знаю шампунь нет конца вот этот давайте это хитрый трюк нет 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 глубокой очистки так что это более так распределяем нам нужно спинить его хорошенечко и по отжимать может даже понадобится пару раз так сделать ай горяченькая есть вода давайте так пока не помогает ему особо но я просто никогда такого не весь это потому что я и не из отсюда купила а это мне привезли из армии может кто-то им для этого пользовался нет но пока вот вода грязненькая бежит можно его попробовать подстирывать пока она не будет чистой кипяток пока не будет чисто когда будет чисто может просто и смыло дешевое чтобы шампунь не тратить но вот так что постирать пока она не будет отжиматься и даже если 10 раз будете ее отстирывать все равно ее цвет не меняется потому что это ее цвет ну давайте последний разочек пока вот грязно бежит значит он не отмывается пока потому что чтобы ее хорошенько отменить нужно в масле еще и в масле добавить не в шампуне а в пену еще масло или анзимной пудрой помыть так ну вообще он да что-то не светлее потому что ну вот прям даже выглядит как правда если честно ну правда ну просто знаете обычно кто не стирает они все говорят что он такой продавался нет вот просто процентов людей но это ну скорее всего если бы он был белый наверное он хотя бы посветлел для приличия немножко посветлела да а так может быть он просто старенький и все а цвет и правда такой ладно спасибо готова спасибо большое мне кажется прям красиво у вас получилось да правда ну что сколько нам открыть и чудных знаете вышла на улицу конечно все таки что там можно обсудить по поводу макияжа но в целом смотрите по сравнению честно говоря с ожиданиями я думала будет прям все очень спорно потому что скажем прямо редко люди которые совмещают несколько видов работ в частности администратором работают но это значит что в области визажа не так много клиентов вопрос почему но либо ценник задран не могут людей набрать либо результат не такой что прям все бегут вот этот макияжик прямо скажем но с учетом что мастер не начинающая да она уже четыре года практикует но типа должна же клиентская база быть наработана в общем с этими водными данными можно было бы ожидать что результат будет прям какой-нибудь грустный прям с большой буквы г но в нашем случае мне кажется очень даже миленько ярко я помню одно время ходила всех просила во всех салонах у меня прям был челлендж делать вот такой макияж все там мэйк настя пинг-минг и сегодня в качестве референс и даже взяла свою фотографию где она на мне этот макияжик делала и мне кажется у визажиста прям получилось очень сильно приблизить немножко вот сейчас я вышла мне кажется что брови все-таки ну контрастного то смотрится можно было их сделать как-то нежнее что летали то есть либо цвет немножко ярче либо градиенты составить вот этот вот такой насыщенный русы и во второй части а здесь делать более светлый но как мне писали алена ты сидишь в салоне надо все свои желания озвучивать там же вы за жизнь но смотрите на жене цели прям чтоб она под моим руководством сделала будет а макияж потому что я это типа клиент который не соображает вопросе все и это мне даст они чуку направлять какая-то рахтелка сразу притрыдилась и посмотреть нам хочется именно лучшую версию фирменного макияжа визажиста еще при таком освещении посмотрим читать чем дальше в лес мне кажется надо заканчивать эту практику мы сейчас с вами идет прохладный подземный переходик и что-то там прям такая жара видите в куртке джинсовое мне кажется можно вполне снять ну согласитесь может быть всему виной реснички потому что когда их подклеивают конечно это тоже немножко фотошопит make и распахивает глаза я еще знаете что думаю что все таки если есть рассыпчатая пудра лучше использовать ее потому что вот это спрессованная она может выглядеть очень плотно и очень заметно и на лице если честно то есть я когда зашла в туалетом тоже другой тип освещением был и она прям как будто бы маска то есть очень кожетка пластиковая становится заметно иногда бывает куколь на фарфорово пластиковая но как бы текстуры не видно вот поэтому я думаю спрессованную пудру использовать черевато потому что видите мы зашли как освещение зависит сюда и здесь уже ну короче не очень красиво хотя довольно она была плотно но блеск как будто частично все равно остается я щас немножко прошлась конечно но она добавляет вот такой вот в плохом смысле заметности макияжа а рассыпчатая обычно так не делает она гораздо натуральней смотрится видите контур тоже вроде бы мы немножко добавили и при но камеры конечно еще под съедает но можно было как-то это все вывести сильнее потому что вот так если смотреть лицо бледно а если бы немножко мы это завели сюда ну чуть ближе к центру она бы выглядела несколько более оформленным чуть полегче брови и было бы классно вот это спорная история нижняя века не рисовать но опять же я здесь сказала как мастер считает нужно потому что нам интересно посмотреть на меня его глазами они типа со своим уставом ходить чужой монастырь губы тоже они помню что мне так рисовали довольно интересно сейчас чувствую нас старайтесь будет обзорах и прям приключения потому что там сидя по всему какие-то пьяные голоса и тоже в принципе забавно что меня прям выбесило и мне кажется так быть не должно это постоянно посторонние звуки в салоне но просто по худшим образцам цирюльника ну вот знаете самое бюджетно очень бюджетное место где вообще не вкладывая дополнительно ничего в атмосферу чтобы вы себя как-то чувствовали на расслабоне потому что там очень низкий ценник и большой поток и они деньги тратят только на это чтобы никаких лишних затрат и не увеличивала стоимость услуг и вот вроде бы тут салончик просторный да там сейчас облагоустраивают район то есть он находится в новом доме недавно они открылись там не сидят клиенты друг на друге новая территория и все прочее но из-за того что мастера которым нечем заняться но они свободны типа они постоянно сначала два телевизора разрывались причем в одном музыка в другом просто сериала и после того как я там после 10 просьбы попросила выключить просто листали какую-то соцсеть где вот так вот с перерывом с перебивка 5 секунд громкие приколы но там знаете только это пошлятина тут типа какая-то пьянь но и все активно ржут но выглядит это ужасно вот реально на весь салон разрываются постоянно вот эти приколы такой балаган еще не стоит просто на вокзальчике к поезду прислонился и ждешь пока тебя увезут домой ну вообще типа ни разу не пояснил конечно здесь салон не претендовал на звание высокого дома быта или как там но очень сильно удешевляет ощущение от места когда ну вот такое происходит то есть хотелось бы конечно чтобы администраторы опять же в количестве двух штук или я не знаю но не там по ходу дела друг друга заменят может быть нет отдельного человека потому что та девушка которым делал кофе она потом еще чем-то заниматься потом казах к ней можно записаться еще на что-то моя визажист она же брови делает ну в общем в любом случае они отдыхали никто там не предложил мне ни чай ни кофе они вот это сидели два часа листали эти приколы на всю громкость и параллельно разрывалась два телевизора и вот в целом от этого ощущения просто отвратные причем уже там знаете в какой-то момент стала комментировать что типа а что там за прикол джима может быть но бывает что приезд и приедается ты просто не замечаешь у тебя как фоновый шум и ты не обращаешь внимание но по ходу дела там в принципе нет такой установки чтобы в салоне какая-то приятная атмосфера была знаете чтобы не то что там каждому что взбредет в голову он начинал там или разговоры громкий по телефону листать приколы вот это вот все но клиенты слушают чем-то мастера развлекаются в свободное время работаем вот сейчас мимо нас тут проедут на всякий случай решила зафиксировать кто там едет что вы спросите алена ты стала в каком месте там возле канализации все дела на самом деле там сейчас шумит и я хочу пройтись но там какая-то огромная стаканда еще второй этаж дороги 8 полос и в общем будет очень громко сильно громче чем здесь ну и тут у нас прожектор вот практически индивидуальность фокс и можно все хорошо рассмотреть но в целом визажист мне понравилось классно мне кажется ибо практиковаться мы смотрим чуть прокачивать и она прям с классный макияж и сможет делать то есть вполне оправданный ценник за такой результат и и отношения тоже классно на принципе всю дорогу открыто старалась реагировать на все просьбы отвечала на вопросы не агрелась там знаете даже когда очевидно мой вопрос был но с какой-то проверка типа почему могут а консилер наносим конечно так неверно я объяснила почему она там пыталась сказать что через тональник не передается и вот это что все там уроненная но поднята в течение секунды и будут а не считается грязным потому что бактерии маленькие предмет большой никто не успеет перебежать все это мы слышали сто раз но она как бы все равно доброжелательность даже через это продолжала относиться и даже мы челлендж с помытым спонжем она прошла и кстати я почему решила ну в общем завести эту историю с экспериментом потому что я опубликовала быстренько свой телеграм-канал кружочек и ночью видюшку с этим спонжем и все комментаторы написали что он выглядит а долго то есть он выглядит реально как грязный спонж мне не показалось возможно если пунктом новенький был гладкий можно было подумать что он такого цвета но он уже был с надрывами и в принципе если не мыть обычный белый спонж кремовый какой-нибудь он через время примерно такого цвета и будет я тоже была уверена что это все сказки но особенно увидев потом что на консилер спокойно наносит из чубика и каковы же было мое удивление когда во первых она нормально отреагировала типа да давайте хотите вы можете его стирать хотя могла тоже сказать извините дома усидеть отчислили стирать они мою косметику руками трогать она спокойно мне выдала разрешила его там три раза помыть выделила три там нажатия шампуньки для этого дела пока я не сказала окей он реально не светлит в общем очень положительно реагировала и это всегда в 33000 раз перекрывает любой косяк в макияже когда человек открыт ему хочется простить все потому что он такой да вы выслушать тебя сделать что сможет идет навстречу ну как можно злиться как можно потом бухтеть мне кажется нет вариатор всем визажистом такие наши самые золотые визажисты из брудные слитки самородки они всем пример потому что к сожалению несмотря на то что уже миллиард просто обзорщиков все в этих обзора и в том числе в скандалах многие продолжают себя точно также вести ангрица желаю всяческого просветания солнышку провести работу над ошибками с тем чтобы еще и атмосфера располагала к тому чтобы там расслабиться находиться с удовольствием а не было ощущение что ты в какую-то курилку зашел пока там мастера блин пять минут между клиентами решили полпачки сигарет а в остальном я осталась довольна пишите как вы напомню что мне есть бусте где выходят видео сначала без монтажа без вырезок там есть практически все версии обзоров в таком виде в котором я их по-настоящему снимаю со всеми какими-то неудобными моментами там кстати сейчас выложено новое видео где я послала визажиста потому что мне не хватило терпения слушать эти бредовые требования ссылка в описании и что еще все денежки идут на оплату салонов так что я всегда говорю отдельное спасибо всем моим подписчикам с бусте и вот такие вам жаркие обнимашки ну и остальным жаренькам все иди сюда все равно вас люблю вот все оставляйте комментарии пока могла же ты не оборачиваться и пройти или же попросту не появляться на моем пути а теперь думай то ли ангел ты воплоти то ли стоит зажмуриться и досчитать до десяти скажи зачем была нормальная система быт половина переломана тарая разбита атомы что между нами спали монолитом запрещали сердце твоего почувствова в ритм